Сегодня тема нашего круглого стола «Структурные приоритеты новоэкономического роста России». Мне кажется, тема очень актуальная. Вчера много говорилось о том, какую стратегию мы должны выстраивать. Ясно, что эта стратегия должна в конечном счете направлена быть на повышение уровня и качества жизни нашего населения. И, конечно, измерение этого качества жизни, уровня жизни, это подушевой доход на ВВП, на душу населения. И здесь, конечно, мы должны говорить о том, какую модель нам нужно построить для того, чтобы сокращать разрыв в этом подушевом доходе с развитыми странами мира. И какие темпы роста нам нужны в этой связи. Поэтому я предлагаю начать сегодня дискуссию. Какие структурные приоритеты могли бы нам обеспечить, ясно, что нефть и газ мы сегодня не можем в полной мере рассчитывать, как раньше, на наполнение бюджета и вообще на процветание страны. И нам нужны какие-то структурные развороты. И, в общем, сегодня вообще-то идет широкая дискуссия по тому, какие структурные развороты нам нужны. Я думаю, что здесь мы можем обсудить, какие у нас возможности, какие у нас ограничения. И я хочу предоставить первому слово Широву Александру Александровичу, доктору экономических наук, профессору, замдиректора Центрального экономико-математического института, который с таким широким достаточно докладом, в смысле с широким таким взглядом выступит по структурным аспектам экономического роста в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я думаю, что, значит, вот мы дадим ему 15 минут. И мне кажется, надо построить работу так. Давайте мы дадим слово нашим выступающим, а потом, поскольку их немного, я думаю, что у нас будет время для вопросов и, может быть, для дискуссий, для того, чтобы это было как-то полезно для всех. Спасибо. Большое спасибо за возможность выступить на форуме, на этой секции. На самом деле, действительно, исторически наш институт довольно много занимается проблемами взаимодействия динамических структурных характеристик развития экономики. И поэтому мне кажется, что вот этот вот такой специализированный взгляд на то, как экономическая структура влияет на экономическую динамику, он необходим, и тем более он необходим в нашей экономике. Но прежде чем к этому перейти, я хотел бы несколько слов сказать о том, что в экономике происходит сейчас. И на самом деле вот этот вот анализ текущей ситуации, он в некотором смысле и показывает то структурное разнообразие, ту структурную неоднородность, которая сложилась в нашей экономике в последние, ну уже почти четверть века. Итак, если мы посмотрим на то, как формируется текущая экономическая динамика, то можно сказать, что с одной стороны, вроде бы на большинстве внутренних товарных рынках сложилась ситуация равновесия, то есть мы перешли от стадии фронтального спада экономических показателей, экономической стагнации, к стабилизации в некоторых секторах и к росту. Но с другой стороны, если посмотреть вот на эти графики, они такие довольно общие, но видно, что динамика пока и с точки зрения инвестиционной активности, и с точки зрения динамики промышленного производства, она достаточно разнонаправленная, устойчивого роста пока мы не видим. И с другой стороны, мы видим устойчивый тренд на снижение объемов кредитования как оборотного капитала, так и инвестиций в основной капитал, причем в реальном выражении. И вот эта вот проблема, она является достаточно ключевой, потому что в текущих условиях собственных средств предприятия уже недостаточно для того, чтобы обеспечивать нормальную инвестиционную деятельность, а ограничения, которые мы имеем в финансовом секторе, становятся все более и более значимыми. Значит, если мы говорим про среднее и долгосрочное развитие, то главная проблема здесь состоит в том, что, к сожалению, в результате того, что происходило в нашей экономике в последние 3-4 года уровень ограничений экономического развития сильно повысился. И это значит, что возможность формирования конструктивной экономической динамики и стратегии развития экономики, они тоже значительно сократились. И вот мы сейчас живем в таком, я бы сказал, лесу из четырех деревьев, где мы должны найти правильный выход из той ситуации, в которой сейчас есть в нашей экономике. Итак, в чем проблема? Проблема состоит в том, что все эксперты, ну, уже нет таких, наверное, экспертов, которые могут противопоставить что-то этому, говорят о том, что развитие экономики будет связано с инвестициями в основной капитал. То есть сейчас нет другого драйвера экономики, который мог бы нас вывести на приемлемые темпы экономического роста. Однако рост инвестиционной активности, он предполагает перераспределение ресурсов в сторону инвестиций в основной капитал. И тут мы попадаем в ситуацию, при которой в нашей экономике, где ВВП примерно 50% занимают потребление домашних хозяйств, объем доходов, который мы можем направить на цели расширения инвестирования, он ограничен. Он ограничен прежде всего тем, что в случае, если мы избыточный объем ресурсов будем направлять на инвестиции, то мы будем сдерживать рост потребления домашних хозяйств. И вот здесь возникает развилка о том, что, безусловно, нам нужны инвестиции, но при этом мы должны поддерживать рост уровня жизни населения. Если эта задача не будет решена, то мы опять скатимся в то, что неоднократно происходило в нашей экономической истории, когда мы разменивали потребление на накопление. И здесь нужно оговориться, что один из основателей нашего института, академик Ременко, в свое время говорил, что ВВП, он не делится, а складывается. И, конечно, если мы обеспечиваем более высокий темп экономического роста, то у нас возникает больше возможностей для финансирования уровня жизни населения, или повышения уровня жизни населения. Но все равно, так или иначе, очень высокие темпы роста инвестиций могут ограничивать такого рода желательный для всех нас ход событий, когда доходы населения растут. С другой стороны, рост инвестиций предполагает опережающий рост строительства, производства машиностроительной продукции. И это означает, что мы будем больше ресурсов, в том числе первичных ресурсов, тратить на цели поддержания этого самого инвестиционного роста. И тут возникает дилемма с экспортом. А существует ли у нас возможность удерживать те объемы сырьевого и экспорта, прежде всего имеется в виду металлургическая продукция, химическая продукция, которую мы имели до сих пор. Кроме того, понятно, что инвестиция – это строительство. А строительство, к сожалению, в текущих условиях требует притока миграционных ресурсов. И опять же, готовы ли мы пожертвовать большим объемом мигрантов ради того, чтобы расширять строительное производство. И поэтому на самом деле возможности по наращиванию инвестиций их можно примерно посчитать, можно оценить, каковы они могут быть с теми ресурсами, с теми ограничениями, которые есть в нашей экономике. Итак, для того, чтобы обеспечить минимально приемлемый уровень эффективности использования первичных ресурсов, по нашим оценкам, норма накопления, то есть доля инвестиций в структуре ВВП не должна быть ниже 25% в среднесрочной перспективе. Но для сравнения сейчас мы имеем примерно 21%. То есть нам нужно нарастить долю инвестиций в ВВП примерно на 4% пункта. С другой стороны, при норме накопления свыше 28% и темпах роста до 5-6% в год мы уже не можем обеспечить увеличение уровня жизни и доходов населения. Таким образом, вот та вилка, в которой требуется увеличивать инвестиции в основной капитал, как раз и находится в диапазоне 25-28% ВВП. То есть мы понимаем примерно, какой требуется рост инвестиций в период до 20-25 года. И, собственно, нужно понимать, есть ли у нас ресурсы для того, чтобы такую норму накопления обеспечить. Значит, одна из главных проблем нашей экономики в предыдущие годы, но вот здесь представлен график с 5 по 14 год, состоит в том, что мы все-таки имели деформированную структуру формирования головного внутреннего продукта, ну то есть доходов экономики. И, безусловно, изначально мы имели сигнал от внешнеэкономической деятельности, то есть от дохода от экспорта сырья, углеводородов, но в конечном счете эти доходы трансформировались в прирост ВВП через сектор услуг, как производственных, но в первую очередь непроизводственных. То есть видно, насколько сильное было вот это вот разложение, там 100% в сумме составляет, насколько силен был вклад именно сектора производственных, непроизводственных услуг в формирование ВВП, и какой низкий вклад был, например, сектора знаний, образования, здравоохранения, научных исследований и разработок, или высоко и средне технологичных производств. То есть это было в сумме чуть более 10%. И на самом деле вот такая неоднородность формирования ВВП и породила те проблемы, которые мы сейчас имеем. Соответственно, требуется не просто обеспечить экономике новые доходы. Надо эти новые источники сформировать таким образом, чтобы они были более сбалансированы по сравнению с предыдущей моделью экономического роста, которая была в нашей стране. Теперь по поводу, есть ли у нас деньги. Ну, на самом деле традиционно говорят, что денег нет, там вы держитесь, ну и так далее, да. Но если посмотреть на реальную ситуацию в экономике, то вот здесь на этом слайде представлено два графика. Один из них – это ситуация в банковском секторе. Второй график – это ситуация в экономике и обрабатывающих секторах экономики. Значит, если мы посмотрим на ситуацию в банковском секторе, то в 2016 году произошло радикальное изменение трендов в банковском секторе. Во-первых, произошел резкий рост прибыли банковского сектора, то есть по итогам года это почти триллион рублей, и произошло одновременное снижение объемов средств, которые направлялись на резервирование под возможные потери. Это означает, что, с одной стороны, бизнес, банковский бизнес стал больше зарабатывать, с другой стороны, его оценка возможных потерь от невозврата средств со стороны кредиторов, она постепенно начала снижаться. Это значит, что, в принципе, сам банковский сектор смотрит на ситуацию в экономике уже не так плохо, как это было, например, в 2015 году, где видно, что прирост средств под резервирование возможных потерь составлял больше 1,3 триллиона рублей. А если мы посмотрим на ситуацию в экономике и в обрабатывающих секторах экономики, то видно, что солидированный финансовый результат за период 2015-2016 года там вырос чуть ли не в два раза. В обрабатывающих секторах то же самое. То есть на самом деле видно, что значительная часть экономики, безусловно, это не все сектора экономики, получили в результате вот той ситуации, которая произошла и с валютным курсом, и с повышением ценовой способности российских товаров на внешних рынках, значительный объем дополнительных доходов. Да, безусловно, если это все продисконтировать, взять в постоянных ценах, то мы увидим там менее благоприятную картину. Но так или иначе поток ресурсов, ликвидности в реальной секторе, в экономике в целом, он присутствует. И на самом деле проблема состоит в том, что, к сожалению, не работает трансмиссионный механизм. То есть вот эти вот свободные ресурсы не транслируются в прирост объема кредитования, прирост инвестиций в основной капитал. Если мы поговорим про ключевую ставку, тоже вот очень модный такой топик, модная тема, то в принципе наши расчеты показывают, что, безусловно, процентную ставку можно снижать. То есть ее можно снизить, допустим, до 8% и никаких серьезных последствий для финансовой системы и для экономики это не повлечет. Но, с другой стороны, снижение процентной ставки до такого уровня не приводит к решению тех проблем, которые мы имеем с трансмиссией ресурсов от избыточных секторов к тем секторам, которым финансовые средства нужны. Ну а если говорить в целом, то примерно снижение ставки до 8% в текущих условиях это 5 триллионов дополнительных кривитных ресурсов. То есть в принципе это, конечно, поможет экономике, но беда стоит в том, что значительная часть секторов в нашей экономике сейчас являются ресурсоизбыточными и не предъявляют спрос на инвестиционные ресурсы. Не предъявляют спрос на инвестиционные ресурсы прежде всего потому, что они закончили свои инвестиционные программы в 9-м, 10-м, 11-м, 12-м и так далее годах. И эти сектора – это сельское хозяйство, это металлургия, это химическое производство отчасти. И поэтому, к сожалению, проблема того, что те, у кого есть средства, уже проинвестировали, а те, у кого средств нет, не имеют доступа к финансовым ресурсам. Значит, если мы посмотрим на другие важнейшие направления экономической политики, то это прежде всего ситуация с трудовыми ресурсами. Ну, значит, уже есть общее мнение о том, что у нас существенные ограничения по труду, что наше население стареет, ну и так далее. И в связи с этим мы не можем развиваться высокими темпами. Но наша позиция состоит в том, что если мы посмотрим на структуру занятости населения и на структуру экономически активного населения вообще в суммарном населении России, то здесь есть масса ресурсов, главная из которых состоит в том, что российское население, и прежде всего это те, кто работают, то есть работники, используются неэффективно. То есть у нас в экономике сейчас за вычетом мигрантов одна из самых высоких среди окружающих нас стран доля низквалифицированного труда. Она там почти составляет 26%. То есть 26% российских граждан, которые работают в нашей стране, работают на низкоквалифицированных рабочих местах. То есть это или совсем низквалифицированный труд, или это там водители, продавцы, ну и так далее. То есть на самом деле, безусловно, экономика, которая хочет динамично развиваться, не может так расточительно тратить трудовые ресурсы. Кроме того, понятно, что люди, которые работают на таких рабочих местах, получают крайне низкую заработную плату. И это дополнительное давление на социальный институт, который есть в нашей стране. Значит, с другой стороны, если мы посмотрим, как устроена занятость у нас и в других странах, то прежде всего надо говорить о том, что у нас избыточная доля управляющего персонала и крайне зажата доля тех, кто формирует, как бы, новое производство. Значит, если говорить в заключении уже о перспективах развития нашей экономики, то, на мой взгляд, перспективы, безусловно, присутствуют. Они связаны с расширением инвестиционной активности. И здесь важнейший момент – это понимание того, что, безусловно, на первой стадии развития экономической активности приоритет должен быть отдан внутренним факторам. То есть внутренние факторы роста, потребительский и инвестиционный спрос должны доминировать в динамике формирования влаона внутреннего продукта. Но это нужно для того, чтобы на базе тех доходов, которые мы можем получить от внутреннего рынка, значительно повысить эффективность производства и в дальнейшем получить возможность для наращивания объемов экспорта. В целом, нам представляется, что рост экономики в периоде с 2017 по 1935 год может составить до 4% среднегодовые темпы. И, в принципе, это позволит нам обеспечить минимально приемлемое сокращение разрыва по уровню подушевого ВВП с наиболее развитыми странами. Хотелось бы, конечно, большего, но, к сожалению, набор ограничений, который у нас есть, он является достаточно значимым и значительно ограничивает наши возможности. Хотя, с другой стороны, я так понимаю, вчера господин Бабкин представлял свою стратегию, которая ориентирована на развитие машиностроительных производств. На мой взгляд, там есть интересные моменты, связанные с тем, что за счет развития именно этого сектора можно получить дополнительный прирост экономической динамики и таким образом обеспечить более высокий темп экономического роста. Спасибо. Спасибо большое, Александр Александрович. Давайте, я хочу поблагодарить вас за интересный доклад, но я думаю, давайте мы выслушаем всех четырех докладчиков, и потом зададим вопросы, если у кого будут. Я хочу предоставить слово Сухареву Олегу Сергеевичу, доктору экономических наук, профессору Института экономики Российской академии наук, который как раз выступит с докладом по структурным ограничениям экономического роста в продолжении нашего разговора, который мы начали. Мне кажется, это очень будет интересно. Олег Сергеевич, у вас 15 минут. Да. Уважаемые коллеги, добрый день. Большое спасибо, Елена Борисовна, за возможность выступить, за приглашение. Тема достаточно узкая, многие ею занимаются, причем очень давно. В нашем институте были времена отдел Ноткина, который так и назывался примерно, я по памяти, просто там структура или проблемы, там структуры, или структурные проблемы народного хозяйства. То есть эти проблемы давно исследуются, но сегодня они остры в аспекте как раз запуска экономического роста, поскольку тема у всех на слуху, отдельные моменты, так сказать, повторятся с предыдущим докладчиком, но здесь никуда деваться невозможно. Я единственное могу сказать, что мое выступление посвящено лишь отдельным моментам, я не могу охватить все. Начну я с того, что сейчас существует масса программ и групп, которые разрабатывают какие-то предложения для организации экономического роста. И вот некоторые такие установки, которые так или иначе проглядываются в правительственных кругах, я вынесу на первые слайды. Для организации экономического роста необходимо подавить инфляцию до 4%. Второе. Рост заработной платы не должен следовать без роста производительности труда, нужно повысить нормы накопления, это уже прозвучало. Инновации, промышленная политика, программы развития машиностроения, составляющие модернизацию и суть модернизации экономики, тоже являются своеобразными условиями и установками организации политики роста. Четвертая позиция. Имеются свободно-производственные мощности. Здесь оценки плавают, но дается 60-65%. Либералы, кстати, условно либералы, конечно, отрицают такую загрузку мощностей. Недавнее интервью МАО от 30-го, по-моему, января в российской газете, он говорит, что все мощности загружены. Посмотрите, документ, что называется. И пятая позиция. Структурные реформы, которые в основном сводят к приватизации судебной, пенсионной реформы, административной, иностранным инвестициям, стимулам малому бизнесу, снижению налогов, ну и приватизации. Из всего перечисленного, на мой взгляд, только приватизация так или иначе может оказывать реальное влияние на изменение структуры актива, на соотношение между государственным и частным инвеститором, и по сути является в чистом виде структурным воздействием и преобразованием. Дело в том, что я еще вот о чем хотел сказать. В начале преобразований в российской экономике, если вспомнить 90-е годы, также наблюдалось два подхода. Одна группа экономистов выступала за структурные преобразования. Мало того, разрабатывались программы о реструктуризации промышленности, о конверсии оборонного сектора. Это программы 95-го, 97-го, 98-го, 2000-го, 2000-го, 2004-го и так далее. На них выделялись финансовые назначения, то есть выделялись ресурсы, планировались мероприятия по принципу противохода, то есть сверху вниз и снизу вверх, то есть когда предприятия подавали заявки, а потом они по тем или иным методикам отбирались. То есть структурные преобразования рассматривались в качестве, так сказать, фактора, необходимого для изменений в российской экономике и для создания новой модели роста. По существу вот эти два подхода, да, а либеральная ветвь, грубо говоря, отрицала, говорила о структурном маневре, это максимум, о чем велись разговоры, но в общем-то рынок должен сформировать структуру, и структура не рассматривалась, на мой взгляд, как самодавляющая, так сказать, пропорция, обеспечивающая перспективу развития. Она праздна. Дело в том, что формирующиеся пропорции могут быть настолько устойчивы и сильны, что сами по себе являются институтами, правилами распределения ресурса и очень сильно влияют и предопределяют, и будут это делать. То есть, модель роста в России, о которой сейчас много разговоров. На следующем слайде показана структура использования ВВП в динамике. Мы видим долю расходов на конечное потребление, доминирующая синяя ветвь верхняя, затем доля валового накопления, доля чистого экспорта. Динамика показана, на какой из структурных параметров доминировал. Дальше мы определили темп роста элементов использования ВВП. И, как здесь правильно был вспомнен, упомянут Еременко, значит, мы сложили компоненты ВВП, взвесив темп каждой компоненты на ее долю. Вот эти вот вещи, они нам подчеркивают вклад, за счет чего же мы росли раньше. Мы хотим организовать новую модель, а как, что было. Вот вы видите, значит, темпы прироста и элементов, и видно, что расходы на конечное потребление домохозяйств соревнуются с валовым накоплением, серенькая ветвь, которая уступает. Вот, но это по темпу роста элементов. Также вы видите, что на кризис 9 и 15 года наша экономика отвечает идентично. Это всплеском чистого экспорта. При проседании всех других компонентов, и валового потребления, и валового накопления, и правительственных расходов. Дальше вот как раз приведены расчеты, значения темпов прироста элементов, используя они ВВП. ЖЦ на С, это компонента вклад валового потребления, ЖИ на Н, вклад валового накопления, ЖЖ на А, вклад правительственных расходов, и ЖНХ на Б, соответственно, вклад общий, вклад чистого экспорта. Что мы видим? Мы видим повторение предыдущего графика в определенном смысле, но с более рельефным позиционированием валового потребления. Обратите внимание, валовое накопление только в 2010 и 2011 годах дало, так сказать, наибольший вклад. Что касается 2009 и 2015 года, мы видим идентичную динамику. Дальше я хотел бы отметить проблему инфляции и роста. Дело в том, что если вы эмпирически изобразите приросты цен и приросты валового продукта, а мы делали и с лагом, и без лагом, здесь, правда, показаны без лагом, но у нас нет четкой корреляции, что для организации роста обязательно нужна инфляция в 4%. Мы имели и фишеровский рост, на котором настаивает правительство, что сначала нужно подавить инфляцию, а потом у вас будет рост. Мы имели и зоны шопетеровского роста, когда инфляция умеренная, вполне сопровождая рост. На нижнем графике показана корреляция денежной массы прироста Н2 и валового продукта. Она положительная, даже если исключить вот эти 4 красные точки, с 4 красными точки связь статистическая будет хуже, но она все равно будет. Очень интересный вопрос инвестиций и процентов. Если мы снижаем процентную ставку, мы исследовали этот вопрос с 25 до 8%. Они же 8, она никогда и не была. Да, конечно, спрос на инвестиционные ресурсы нет. Да, действительно, в структуре инвестиций, например, промпредприятий преобладали все время собственные средства, в среднем, на протяжении всего 15-летия. И поэтому они, собственно, и не были привязаны к кредитному развитию. Но это же и проблема дальнейшей модернизации. И обратите внимание, структура экономики такая, что когда вы снижаете процент, инвестиции в реальном секторе возрастают в лучшем случае в 2 раза, а в финансовом в 8. Что говорит о определенном перекусе между реальным и финансовым секторами, который нам и ограничивает модель роста, о чем я скажу позднее. На следующем слайде показана проблема нормы накопления. Я не буду здесь подробно останавливаться, она широко известна. Просто здесь показано математическое соотношение, из которого следует два режима. Когда мы можем расти при высокой норме накопления и увеличивая ее. А в зависимости от институтов, распределяющих и инвестиции, и обеспечивающих капиталообразование, либо не обеспечивающих, увеличение нормы накопления нам может не дать достаточно темпа роста. Мало того, советская экономика с высокой нормой накопления является блестящим тому подтверждением, когда сама норма была высока, а темпы падали. Значит, на следующих графиках по вот той зависимости для структуры ВВП, где темп компоненты связан с ее долей, а только это показывает подлинный вклад компоненты, показаны расчеты по странам. Ну, наиболее значимым. Это США, Китай, Германия и Япония. Я не буду очень уж подробно рассказывать про эти страны, хотя стоит остановиться на Китае. Дело в том, что вот эта вот структурная раскладка по компонентам ВВП только для Китая дает инвестиционную модель. Для США модель основывалась на валовом потреблении, это синий график, он доминирует. Вот, и для Германии и Японии все чередовалось, причем достаточно странным образом, и я эту модель назвал смешанной. То есть по структуре ВВП была мешанина по вкладу компонент в динамику. А вот для Китая мы имеем четкое послойное, это нижний график, расположение компонент. Сначала инвестиции, потом валовое потребление, потом правительственные расходы. Но интересно отметить следующее. Режим экономической динамики с 2000 по 2015 год. По валовому потреблению это США и Россия, Китай, как я сказал, по инвестиционным расходам. Значит, смешанная модель это Германия и Япония. А вот что ухудшало или улучшало эту динамику? Для России улучшал динамику чистый экспорт при ухудшении темпов, а ухудшало валовое потребление, инвестиционные расходы и правительственные расходы. Для США улучшали динамику правительственные расходы, ухудшали валовое потребление, инвестиционные расходы, чистый экспорт. То есть ухудшало это в том смысле, что кризис развивался по этим компонентам. В Германии тоже правительственные расходы, но она копирует в общем-то в определенном смысле модель США. А вот для Китая, для Китая улучшали динамику все три компоненты, базовый инвестиционный расход, даваловое потребление и правительственные расходы, а вот чистый экспорт ухудшал динамику Китая. Что самое интересное, еще можно отметить, что чистый экспорт нигде, кроме России, не оказывал определяющего влияния на динамику. Дальше я перехожу после вот такой вот демонстрации, у меня есть еще пять минут. Пяти минут нет, но на две минуты вот можете. Не, ну как, 25 минут я начал, по своим часам, сейчас 35. Значит, режимы экономического роста по темпу же. Мы разработали несколько элементарных моделей для России и показали модельные варианты, как они соотносятся с эмпирическими данными. И вот на нижнем графике справа приведена квадратная, позиционирование – это эмпирический график, и три варианта, прорезающие его, это три разновидности моделей в зависимости от инвестиционной функции и от регулирования связки финансового и реального секторов. Ну, во-первых, и модельно-эмпирически мы видим снижение по темпу, вот, и нижний график показывает ситуацию, когда отсутствовало бы регулирование совсем, а верхний, когда вот эта бы смычка финансового сектора и реального, значит, была наилучшей. Значит, это все опубликовано, кто заинтересуется, может же посмотреть, но дело в том, что в этом случае, только в этом случае, когда мы перебрасываем ресурс, мы имеем небольшое снижение, но обратите внимание, с 4 до 3, до 2 процентов, так сказать, по верхнему графику. Но вот такой политики мы не видели, по известным и уже озвученным причинам. Что касается еще одного важного структурного момента, он связан с тем, что структура секторов для России расположена по штриховой линии график слева, то есть по линии D1-3. То есть существует четко группа секторов, где ожидаемый доход, так сказать, высоты при минимальных рисках и где минимальному доходу соответствует наибольший риск. Западные экономические структуры имеют линии, не расположение секторальной структуры по линиям АВ. Значит, стоит структурная задача. Либо мы организуем модель роста, опираясь на структуру по штриховой, это будет одна модель и один темп, мы выше головы не прыгнем, либо мы будем менять эту структуру и сделаем изменение структуры, так сказать, залогом новой модели роста. Это совершенно два разных подхода. И вот я хотел бы продемонстрировать эмпирически. В подтверждение вот этих вот графических слов мы посчитали оттоп численности по видам экономической деятельности, он подтверждает нам, что из реальных секторов на протяжении всех 15 лет мы имеем отток кадровый в те или иные секторы, в транзакционные виды деятельности, в банковский сектор и так далее. То же самое мы и имеем по фондовой структуре. Мы имеем абсолютный отток ресурсов из реального сектора с разной интенсивностью. Данные графики показывают соотношение относительного риска и доходности видов деятельности по трем группам секторов – это финансовая деятельность, обрабатывающая производство и добыча полезных ископаемых. И мы видим структурную запирающую вилку, что обрабатывающие производства относительно высоко рискованные и низкодоходные, а финансовая деятельность и добыча полезных ископаемых относительно высоко доходные и низкорискованные. Без организации перелива ресурсов мы не сможем сформировать новую модель роста. И последнее. Мы посмотрели уровень технологичности российской экономики и структуру старой, новой технологии. Цифры приведены, я уже заканчиваю. И показано, что технологический уровень снижался и снижается, а топ по численности занятых по фондам показан на табличке. При этом финансирование приоритетов и новых технологий осуществлялось. То есть мы имеем подход с выбором приоритетов и с проектным методом, который не дает нам общее увеличение технологичности системы. Если мы рассмотрим структуру старой и новой технологии, то увеличение расходов на старые технологии, левый график в процентах от ВВП дает нам увеличение общего технологического уровня, а на новые нет. В итоге можно сформировать несколько типов развития по структуре старой и новой технологии. Значит, это предпринято, опубликовано. И для того, чтобы обеспечить учет этих обстоятельств, необходимо, на мой взгляд, добавочные усилия аналитические и исследования по следующим направлениям. Состояние старых производств, степени их износа и загрузки в текущем режиме. Приоритеты нам не дадут прорывов и должной динамики. Характеристики новых технологий и требующегося для них интерспецифического ресурса с организацией перелива ресурсов из транзакционных секторов и добывающих в обработку. Обеспечение правил перелива и взаимозаменяемости ресурсов. Это проблема замещения, сопряжения и дополнения технологий. В качестве такого правила могут выступать сложившаяся межсекторальная структура, а также институты, которые влияют на оценку инвестиций. Учет уровня монополизма рынков форм организации бизнеса, контрактов, включая международные, состояние рынка труда, об этом передо мной было сказано соответствующее, необходимо учитывать, составы структуры устаревающих и новых технологий в режиме ядро, периферия и возможности денежно-кредитной и бюджетной политики, ориентированные на такую трансформацию экономической структуры, которая бы дала нам новую модель роста, которая на первой фазе должна строиться за счет оживления валового потребления с преодолением кризиса потребления и подтягиванием, как уже говорилось, инвестиционной компоненты. Но инвестиционная компонента при таких разрывах и такой технологической структуре, с учетом опыта, продемонстрированного по ее вкладу в предыдущий рост, не является панацеей, как и норма накопления. Большое спасибо. Спасибо, Олег Сергеевич, спасибо, очень интересно. Давайте двигаться дальше. Я хочу предоставить слово Балатскому Евгению Севдоровичу, доктору экономических наук, директору Центра макроэкономических исследований финансового университета. Я знаю, что у него очень интересный доклад должен быть как раз по технологическому фактору вкладу. Маленькая заменка, сейчас, секундочку. Спасибо. Спасибо за приглашение. Я бы хотел обратить ваше внимание на маленькую закономерность, которая существует в деле экономического роста. Я бы хотел в связи с этим немножко уйти в историю и напомнить о такой проблеме, которая стояла перед человечеством, как некоторые считают, около 10 тысяч лет. Это проблема так называемой мальтузианской ловушки. Это когда человечество буквально всю более-менее знакомую нам историю, а это действительно около 10 тысяч лет, с эпохи неолита мы знаем, примерно до 1600 года была такая проблема, что уровень душевого потребления и уровень душевого благосостояния, он как бы замер на месте и не повышался. Цивилизации приходили, уходили, рождались, развивались, но сдвинуться с этой мёртвой точки было довольно проблематично. Преодоление это произошло где-то примерно на протяжении 200-250 лет, вот обозначена здесь дата, с 1600 года можно говорить о том, что это началось. За счёт чего это произошло? На сегодняшний день современная наука дискутирует, гадает на этот счёт, это очень сложное, естественно, комплексное явление, но здесь я один из вариантов, ответов предлагаю. На мой взгляд, это произошло прежде всего за счёт появления в мире сверхприбыльных отраслей экономики, экономики сверхприбыльных видов бизнеса. Кстати, я здесь привыкну примеры. Чуть-чуть маленький аспект теоретический. Если аккуратненько выписать уравнение экономического роста, конечно, я здесь не буду говорить, как это делается, но оно тривиально, оно вылезает из уравнения накопления капитала, то оказывается, что темпы экономического роста в левой части будут зависеть от некоторых параметров, и в частности от прибыльности двух секторов. Здесь мы специально рассматриваем два сектора. R – это обычный сектор, там какая-то минимальная прибыльность, и R – это сектор, который обеспечивает какую-то суперприбыль. Ну и из этого уравнения на самом деле, как следствие, вытекает в свою роду такая теоремка, в соответствии с которой, что на начальных этапах развития, то есть когда, собственно говоря, происходило преодоление мальтузианской ловушки, это могло произойти только при наличии суперприбыльного сектора, рентабельность которого превышала 100% годовых. И чтобы проиллюстрировать этот тезис, вот здесь в табличке приведены некоторые параметры, для нас ключевым является последний столбец посмотреть, ну при разных параметрах иногда, более благоприятных, иногда менее, вот какие цифры должны быть. То есть мы видим, что всегда даже в самом хорошем случае это больше 100%, а иногда это и почти 2000%. Является ли такая рентабельность вообще осмысленной и может ли такое существовать? Оказывается, если мы посмотрим в историю, то можно набрать ряд стилизованных фактов, которые говорят, что именно так и было. Например, напомню просто, что это довольно-таки известные факты. Акционеры устынской компании в Англии на протяжении 17 века стабильно получали 300-400% годовых в качестве дивидендов. То есть это была норма. Впоследствии это снизилось и так далее, начали искать новые ниши, но тем не менее это было. Значит, в конце 18 века, просто как пример, таможенные пошлины, поступавшие ежегодно в казну Великобританию от импорта чая из Китая, позволяли финансировать половину расходов на весь английский флот. Это всего лишь пошлины от Китая, то есть от монопродукта, то есть какова же была рентабельность этого бизнеса. Далее, в начале 19 века, просто в качестве примера, один рейс в год обеспечивал доходность опиумного бизнеса в 250%. Таких рейсов можно было сделать много, а если учесть географию, что, собственно, переброс опиума происходил из Индии в Китай, то есть это расстояние не очень большое, можно было действительно эту приентабельность доводить до 1000%. В Голландии в 17 веке то же самое. Торговля пряностями обеспечивала 700-1000% годовых. Работорговля. Вообще, работорговля – это уникальный феномен. Дело в том, что фактически выход из мальтезианской ловушки во многом состоялся благодаря этому бизнесу. Но данные показывают, что известны случаи, когда этот вид бизнеса обеспечивал 1000% и даже 2000% годовых, потому что перевоз этих рабов был очень-очень рентабельным. Ну и в качестве довольно такого курьёзного даже, может быть, примера, очень часто приводится случай истории Нью-Йорка. Как известно, сначала это был не Нью-Йорк, а Новый Амстердам. И вот, соответственно, голландцы пришли туда, и губернатор в то время, так сказать, колонии местный, Питер Минуит, купил у местных индейцев за побрякушки металлические всякие, брелки и прочее, просто всю территорию нынешнего Нью-Йорка. По современным даже меркам, то, что было затрачено, это где-то на сегодняшние деньги, это 500, максимум 700 долларов. Вот то, что было в то время, и, собственно, благодаря этим операциям удалось на самом деле выйти на те самые устойчивые темпы экономического роста, которых раньше просто в Средневековье не было. Сегодня ситуация чуть-чуть как бы улучшается, то уравнение немножко ослабляется, там есть дополнительные моменты, но проблема полностью не решается, и поэтому сегодняшняя ситуация аналогичная. То есть если мы хотим обеспечить устойчивые и достаточно высокие темпы экономического роста, всё равно мы должны обеспечить устойчивое и очень интенсивное накопление капитала. Накопление капитала, которое обеспечит интенсивные инвестиции, часто определяется прежде всего, конечно, рентабельностью капитала, то есть то, что бизнес получает. На сегодняшний день есть много примеров о том, что до сих пор существуют виды бизнеса, которые дают просто поистине фантастическую сумасшедшую норму прибыли. Здесь я чуть-чуть сделаю экскурс в истории, скажу, что, например, в советское время, а в советском время ситуация была во многом где-то даже похожая на нынешнюю, то есть нужно было запустить вот этот маховик экономического роста, в общем-то в бедной несчастной стране, в которой мало что было. И оказывается, кинематограф был драйвером этого процесса. И в своё время это было осознанно, и были сделаны соответствующие заявления, и много что было в этом направлении сделано. Те цифры, которые есть, они, конечно, впечатляют, потому что даже самый неудачный в коммерческом отношении фильм Тарковского «Сталпер» в своё время прошёл здесь в Советском Союзе с рентабельностью в 40%, но на Западе его провернули с рентабельностью в 300%. Фильм, который… Такой был фильм «Есения», люди старшего возраста помнят это. Он, оказывается, был закуплен и пошёл в прокат в России и дал рентабельность, которую, по-моему, я больше нигде не встречал, дал рентабельность почти 10 тысяч процентов годовых. То есть это цифры совершенно ошеломляющие, но это было. И вот, собственно говоря, да, кстати, в среднем считалось, что вся киноиндустрия советская работала с рентабельностью 900%. Не знаю, у кого как, но меня эти цифры лично впечатляют. Сегодня ситуация на самом деле сильно не изменилась, ну, конечно, скорректировалась, но, тем не менее, процесс имеет место аналогичные формы. Если мы возьмём кинематографический бизнес Запада, Голливуд, вот, пожалуйста, я привёл специально, сделал выписки по пяти самым кассовым фильмам, все их наверняка видели, смотрите, какая норма рентабельности. То есть она доходит до полторы тысячи процентов. Это мир юрского периода. Полторы тысячи процентов – это короткий срок производства, очень быстрый прокат и очень высокая прибыльность. Полторы тысячи процентов годовых. Чтобы понять, насколько вот этот кинематограф, насколько это серьёзно вообще, бизнес это или это так мелочь, вот просто я сделал расчёты, они просто совпали случайно. В 2016 году бюджет Российского фонда фундаментальных исследований в точности совпадал с бюджетом фильма «Аватар». То есть фактически одного фильма хватает на то, чтобы содержать всю науку по линии РФФИ в России. Вот просто масштаб этого сектора и, естественно, при такой прибыльности. Значит, в России ситуация на самом деле, как ни странно, похожая. И я специально выписал пять самых кассовых фильмов российских. Смотрите, оказывается, если брать самые кассовые, это вот «Ирония судьбы», продолжение больше тысячи процентов. Это наша, так сказать, уже киноиндустрия. Процесс идёт. То есть есть ниши, где можно получать огромную прибыль и, естественно, реинвестировать её дальше куда угодно. Нефтедобыча. Об этом мы много говорим, но иногда просто возникает вопрос, почему же так много. Но оказывается, даже наша родимая компания «Роснефть», её себестоимость настолько мала, что обеспечивает рентабельность даже при нынешних плюс-минус, там, это 50 долларов за баррель, это всё равно больше тысячи процентов доходности. Если же брать пиковые моменты, когда почти под 150 долларов нефть была, то это вообще какие-то запредельные цифры по 5 тысяч процентов. Отсюда многое, так сказать, становится понятным. Рентабельность рынка мобильных устройств. Пожалуйста, здесь компания «Эппл» как пример. Здесь тоже, если мы посмотрим, вот этот последний столбец, то увидим, что от 200 до 300 процентов годовая норма прибыли здесь имеется. То есть тоже очень-очень интересный вид бизнеса. Более того, в России даже в достаточно недоразвитом, на мой взгляд, секторе фармацевтики тоже имеются подобные примеры. И вот в 5 наиболее крупных фармацевтических компаний России можно видеть, что более 100 процентов, даже самая, так сказать, слабая компания из этих, и почти 550 процентов. Вот такие цифры. На самом деле экономисты часто не оперируют такими цифрами. Очень часто мы говорим там 3, 5, 10, 15, 20 процентов. Но чтобы сотни, тысячи процентов, это, как правило, за пределами возможности считается. Но оказывается, что такие виды бизнеса существуют, они прекрасно работают, они действуют. Что в этой ситуации как бы можно и нужно делать? Я не готов давать какие-то простые рецепты, но мы сейчас ставим вопросы о приоритетах, о чём-то. Но опять мне кажется, это немножко не с той стороны. То есть как бы мы здесь должны поставить приоритеты для кого-то, а кто-то будет их выполнять. Я думаю, что все вот эти приоритеты должен ставить сам бизнес. Они прекрасно видят, где норма прибыли, они видят, где доходность, они идут за ней и они борются за неё. Может быть, в этом смысле сам бизнес должен быть только более активен, а регулятор должен в какой-то степени помогать. Сегодня в качестве примера, буквально то, что на слуху, то, что совсем недавно, приведу два примера. Как предприниматели реагируют на это? Опять я приведу случай с киноиндустрией. Все помнят прекрасно, так сказать, фильм про Карлсона. Это бренд, всем этот фильм полюбился в своё время. И сейчас как бы рассматривает Союзмульфильм, договариваются со Швецией о том, чтобы снять сериал про Карлсона, продолжение и так далее. Совершенно очевидно, о чём идёт здесь речь. О том, что наличие такого бренда и такой истории, в том числе истории успеха, позволит этот проект вывести на совершенно новые рубежи в части рентабельности. И, соответственно, этот проект прорабатывается. А с точки зрения регулятора здесь очень интересно другое. Сейчас, например, в преддверии запуска фильма «Форсаж-8» идёт разговор о том, чтобы его перенести. Потому что он выходит буквально одновременно с фильмом «Время первых», с российским, который имеет идеологическое значение, большое. И уже есть разговор о том, что западный фильм может просто перебить отечественный и как раз убить просто все сборы. Поэтому в этой связи даже перед регулятором возникает большая серьёзная задача – организовать логистику таким образом, чтобы не нарушить рентабельность отечественного производителя. Мне кажется, вот эти примеры очень характерны для нынешнего времени. И если вот просто и регуляторы, и сам бизнес где-то сделают усилия, то, мне кажется, они найдут нужные ниши и обеспечат тот поток капитала, который позволит нам выйти на нужные темпы роста. Спасибо большое. Да, давайте мы, может быть, последнего выслушаем выступающую, потом зададим вопросы и там ещё, может быть, подведём итоги. Так, я хочу предоставить слово Ахапкину Николаю Юрьевичу, кандидату экономических наук, зав. Центром Института экономики РАН, который выступит с докладом «Социально-трудовые факторы структурной модернизации российской экономики и формирование новой модели экономического роста». Пожалуйста, Николай Юрьевич, у вас 15 минут. Коллеги, тема моего выступления касается возможностей и ограничений структурной модернизации российской экономики со стороны трудовых ресурсов, людских ресурсов. Но прежде чем перейти к этой теме, я обозначу такую отправную точку своего выступления. Продолжение следует... И, на мой взгляд, вот такой декларативностью как раз и грешит наша экономическая политика по меньшей мере трёх последних десятилетий. Из относительно недавнего, ну, наверное, наиболее показательный пример – это концепция социально-экономического развития, действующий документ, но по сути являющийся фактом экономической истории. Или федеральные целевые программы, госпрограммы, которые при всей их значимости всё-таки по сути являются во многом простым инструментом распределения бюджетных средств. Или, если говорить о законах, закон о стратегическом планировании, вряд ли кто-то будет спорить о необходимости. Но в его нынешнем виде закон не имеет не просто содержательных механизмов, но и предпосылок для реализации. Теперь к вопросу об ограничениях и возможностях для структурной модернизации со стороны людских, человеческих, трудовых ресурсов. Этот вопрос имеет множество аспектов, касающихся и оценки качественных характеристик рабочей силы, и аспектов структурного свойства. Я затрону прежде всего количественный аспект и отчасти структурный. Прежде всего, о численности экономически активного населения, ну или, как сейчас определяет Росстат, численности рабочей силы. На нынешний момент, это январские данные текущего года, численность экономически активных людей у нас около 76 миллионов человек. Очень интересна динамика этой численности. Вот она представлена на этом рисунке. По всем прогнозам десятилетней и ранней давности эта численность должна была снижаться. То есть сегодня она должна, по прогнозам, уменьшаться. Но этого не случилось. Статистика нам показывает все-таки вот линия тренда. При всех колебаниях тренд растущий. Почему так получилось? Трудно дать точное объяснение, но, скорее всего, дело в том, что в силу миграционного притока в Россию часть этого населения, прибывающего в Россию, перетекает в постоянное население. Там сложный механизм расчета, но другого объяснения я не вижу. Ну, определенный вклад в этот рост, хотя незначительный, конечно, внесло снижение смертности. Ну, продолжительность жизни у нас, слава богу, в последнее время растет. Вот эта численность, 76 миллионов человек, она достаточно для обеспечения экономического роста, проведения структурной модернизации? Прямой ответ, да нет, я думаю, бессмысленен. Бессмысленен, потому что вот то совокупное предложение труда, которое есть, его нужно принимать как данность. Возможности воздействия здесь крайне ограничены. Другое дело, является ли имеющийся и ожидаемый объем предложения труда ограничителем экономического роста и структурных реформ? Здесь ответ можно конкретизировать. И, на мой взгляд, ответ отрицательный – нет, не является. Посмотрим на отрасли, демонстрирующие относительно устойчивое развитие, отрасли реального сектора экономики, материального производства. Здесь рост вполне может сосчитаться со снижением численности занятых. Пример. Угольная промышленность, которую, как мы знаем, в последние годы вытягивает внешний спрос. И здесь устойчивая тенденция роста добычи при устойчивом снижении занятости. Поэтому я думаю, что все-таки перелива труда в реальный сектор, в сферу материального производства, в том числе в обрабатывающие производства, не будет. Его просто и не должно быть. Также важно учитывать, что ответы достаточности или, напротив, нехватки предложения труда всегда должен быть привязан к конкретной территории или группе территорий. Вот один, на мой взгляд, очень показательный пример. Магаданская область. Регион с максимальным миграционным оттоком после 1991 года. Сейчас там проживает порядка 146 тысяч человек. То есть снижение численности населения в разы. С точки зрения демографии это катастрофа. Но в последние годы здесь наблюдается достаточно устойчивый и более быстрый, чем, естественно, в среднем по России и по округу, федеральному округу Дальневосточному, экономический рост. Значит, экономика приспособилась к снижению этого ресурса, трудового ресурса и начался достаточно устойчивый экономический рост. Вот этот пример с Магаданской областью один из многих примеров, они самого разного свойства, который позволяет говорить, что выделение приоритетов развития, а это, конечно, дело и бизнеса, но и государства, это не только отраслевая задача, но и задача, имеющая пространственный аспект. И такой пространственно-отраслевой подход, он критически необходим в условиях сложившейся и усиливающейся, и, скорее всего, в опозримой перспективе непреодолимой фрагментации системы расселения. Когда происходит концентрация людских ресурсов на одних территориях, при становящихся все более безлюдными других и последних все больше. Теперь о другом ключевом показателе рынка труда, о безработице и о состоянии этого рынка в целом. Ну, конечно, в контексте проблематики структурной модернизации. Я замечу, что российский рынок труда, он уже довольно давно приобрел институциональную устойчивость, траектория его развития задается доминирующими трендами развития экономики в целом. Это его свойство вполне определенно проявляется и на этапах в периоды экономического роста и в периоды экономического спада. Если обратиться к 2014-2016 годам, то в отличие от кризиса середины 2008-2009 годов, когда почти одновременно с резким ухудшением ситуации в реальном секторе и дестабилизацией на финансовых рынках произошел резкий и существенный рост уровня безработицы, сейчас, вот в эти последние годы, ситуация иная. То есть движение идет и не по траектории В, значительное падение, быстрое восстановление и не по Э, существенное падение и долгая стагнация. Вот эта динамика обозначена, динамика безработицы на этой диаграмме. Вот, то есть резкой внезапной смены повышательной тенденции на понижательную не произошло. По сути, как мы видим, безработица отразила особенности движения российской экономики. Ну, тут особо, конечно, следует выделить 2014 год, такой рекордный год, когда безработица оказалась на самом низком за последние 20 лет уровня. Вот, значит, ну, 2015-2016 год, особых подвижек здесь нет, уровень безработицы с учетом фактора сезонности, он стабилизировался на уровне от 5,5 до 5,9%. Вот, обычная стандартная макроэкономическая оценка современного состояния российского трудового рынка нам показывает, что рынок стабилен и достаточно устойчив. И с этой, с макроэкономической точки зрения, его будущее особых тревог не вызывает. Но стоит ли за этой макроэкономической устойчивостью наше конкурентное преимущество? И можно ли эту стабильность рассматривать как условия, благоприятствующие проведению структурных реформ, возможно, жестких структурных реформ? Ну, вот, нынешний глава правительства в одной из своих статей написал следующее. По сравнению с другими странами со схожими темпами роста, Россия находится в уникальной ситуации. У нас низкая безработица. И, исходя из этого, он предлагает уйти от политики сохранения занятости любой ценой, независимо от экономических соображений. Иными словами, российский рынок труда, вот то состояние, в котором он находится, рассматривается как фактор, способствующий жесткой структурной модернизации, ее облегчающей. Здесь я должен заметить, что вот такая макроэкономическая оценка состояния рынка труда, она является все-таки недостаточной. Дело в том, что, сохранив макроэкономическую устойчивость, российский рынок труда сохранил и присущие ему проблемы структурного и институционального свойства. Они носят фундаментальный характер. Ну, прежде всего, здесь можно обратить внимание на существенную дифференциацию региональных трудовых рынков. Она такая дифференциация сама по себе вполне естественна, но только в нашей стране она, конечно, носит чрезвычайно гипертрофированный характер. Просто один пример. По последним данным, текущим данным о безработице, самый высокий ее уровень у нас в Ингушетии – это около 30%, самый низкий – в Санкт-Петербурге – 1,6%. Николай Юрьевич, у вас еще минута. Да, я заканчиваю. Также я должен отметить и такой фактор, как гипертрофированное развитие периферийного сегмента российского трудового рынка. И завершая, отмечу следующее. Российский рынок трудоустойчив, но пока это устойчивость, обеспечивающая только выживание. Факторы, обеспечивающие модернизацию, только начинают формироваться. Это первое. И второе. На современном рынке труда, к сожалению, не найти столь необходимых стране конкурентных преимуществ и рассматривать его состояние как фактор, способствующий структурной модернизации – это ошибочный подход. Спасибо. Спасибо большое. Я извиняюсь, у нас тут вот еще Красильников, Олег Юрьевич, есть? Он присутствует? Нет? Нет, да? Ну тогда, значит, есть предложение такое. Давайте зададим нашим выступающим вопросы, и потом еще вот я хочу дать слово своему коллеге-модератору, потому что я узурпировала власть, можно так сказать. У кого есть вопросы к выступающим, да, пожалуйста. Вопрос понятен, значит, Владимир Иванович? Это уже тогда, наверное, к модераторам нам можно ответить, да, я так понимаю? Ну, хорошо, ладно, тогда, значит, да, пожалуйста. Спасибо. Ну, я могу дать только свой собственный, естественно, ответ, свою версию. Да, вот, нет, я считаю, что просто страна технологически, естественно, отстает от развитых стран, и поэтому в силу этого просто-напросто многие технологические сектора для нас являются сложноосваиваемыми, вот и все. Потому что та же кинематография, о которой я говорил, это хай-тек, понимаете, это хай-тек. Например, когда снимался фильм «Титаник», так извините, только для того, чтобы инфографику все это снять там, это специалисты из 17 компьютерных фирм приглашались туда, понимаете, это же надо сделать все. Но у нас просто нет технологических таких возможностей, поэтому это, естественно, является препятствием для того, чтобы капитал внедрялся активно в эти сферы. Фармацевтическая промышленность, пожалуйста, посмотрите, сейчас среди 10 крупнейших компаний вообще мировых, 3 это биотехнологические и фармацевтические компании. Где вы у нас видите такие крупные компании вообще фармацевтические, вы их видели такие? Их просто нет, их не существует, просто нет этой технологической базы. Она просто должна быть создана, на это потребуется какое-то время. Вот и все. А так просто капитал, как он может просто взять и прийти в такой супер рентабельный хай-тек сектор, понимаете, это довольно проблематично. Но тем не менее, вариантов нет других, потому что это надо делать. Теперь скажешь, что нам сколково создавать, надо не делать в России, а для того, чтобы создать точное привлечение? Да не сколково создавать, сколково оно ничего не создает вообще. Просто сами предприниматели должны как-то быть ближе к техническому прогрессу. Наверное, образование должно быть соответствующее. Для предпринимателя магнитом только одно может служить, это прибыльность этого сектора. Никто не идет, просто некому идти. То есть, ну что, сложно снять мультфильм, понимаете, хороший? Ну да, сложно оказывается, понимаете. Но нет таких специалистов и нет столько людей, которые способны это делать. Вот и все. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Ну, давайте про академиков не будем. Давайте, действительно, ближе к теме. Нет. Ну, мы вчера много говорили там и на пленарные, значит, эти вопросы подымались. Давайте ближе к теме. Действительно, вы говорите, тема не раскрыта. Спасибо. Владимир Иванович, дам вам слово. Так, я, конечно, должен поблагодарить наших докладчиков всех. Значит, тема, конечно, ну, полностью раскрыть эту тему тяжело, потому что, ну, на самом деле, экономический рост – это такая комплексная проблема. Значит, она… Ну, не надо меня перебивать. Давайте так. Ну, необходимость. Вы говорите, что так. Что надо спросить? Я же студенту. Вы говорите, что я не могу сказать. Значит, так. Значит, эта проблема, она многокомплексная, потому что имеет аспект воспроизводственный, так, технологический, структурно-отраслевой. Внешнеэкономический. Понимаете, а вы хотите все к проблеме сельского хозяйства? Да, это один из приоритетов. Но один. Значит, то, о чем говорили коллеги, они, в общем-то, больше смотрели, ну, в силу специфики своих исследований, был раскрыт вопрос о, как бы, воспроизводственном аспекте и структура с точки зрения воспроизводственных факторов экономического роста и темпов экономической динамики. Да, для экономистов это аспект. Для сельскохозяйственников, наверное, нет там более конкретной вещи. Я даже скажу, что кинематография, как один из приоритетов, да, тоже может рассматриваться. Но только вряд ли мы здесь не то, что сюда этот Голливуд составим конкуренции, но даже индийскому Болливуду. Но работать с этим надо, тут нет никаких вопросов. У нас в чем проблема? Проблема роста. Ну, старая модель экспортоориентированная сырьевая, понятно, она свернулась. Значит, возникает вопрос, а что делать дальше? Угроза стагнации. Такой достаточно длительный. Можно на многие годы впать в стагнацию, где будет рост там, ну, хорошо, если полтора процента. Значит, специалисты, которые занимаются тем более конкретно с точки зрения факторов роста, Александр Александрович рассказал об этом. Ну, действительно, на среднесрочном периоде, да вряд ли и четыре даже, на четыре в этом к 2000 году, и то надо как-то стараться, да. Соответственно, возникает вопрос, а что дальше? Значит, вот мы у себя как бы смотрим, ну, есть вообще проблема развития страны, если мы говорим о долгосрочном периоде, да, у нас есть проблема экономического роста как таковая для того, чтобы сокращать разрыв между, по душевому ВВП между нами и нашими как бы оппонентами, а он составляет разы на самом деле. Второе, надо преодолевать технологическую отсталость, чтобы быть технологически конкурентоспособными. Это тоже надо делать. Третий вопрос, надо менять экспортную структуру народного хозяйства. Это тоже об этом говорят. Вот, по крайней мере, структурно есть такие три проблемы, на которые надо дать ответ. Понятно, что все это как бы за пару лет не решить, но толчок какой-то надо давать. Почему? Потому что, ну, условия какие, об этом говорили, да, если брать соотношение основных экономических индикаторов, то вроде не видно, а как эта система сам, как они, за счет чего они сами будут меняться, за счет чего будут накопления возрастать, за счет каких рынков будет прирастать спрос, да, это потребление, будет рост потребления, а чем его наполнять, потому что импортная зависимость большая. Рост инвестиций тоже вообще проблема серьезная, потому что, ну, мы так оценивали по 13-му году, на каждый миллиард рублей 4 миллиона инвестиционного оборудования надо ввозить. Значит, тоже опять ресурсы где брать. Вот проблема. Значит, что касается технологического сдвига, я согласен с вами, да, там резервы, наверное, есть большие. И вопрос, а как их, кто и как их начнет реализовать, когда системы, они не реализуются, потому что нет системы интересов, в отличие от аватара. Понимаете, вот в чем проблема. Значит, как мы видим, действительно, ну, считаем, что для того, чтобы ситуацию несколько сдвинуть к экономическому росту, да, все-таки проблема рынков должна, мы должны представлять себе проблему перспективных рынков, исходя из будущего видения страны. Мы должны, в общем-то, наверное, на длительном горизонте лет 15-20 все-таки представлять из себя, что страна, какую страну мы хотели бы видеть, ну, более-менее конкретно, да, будущую картинку. Там аватары будут летать или автомобили ездить без это самое, без водителя непонятно по каким дорогам, ну, и так далее. А потом уже смотреть, а какая должна быть экономическая модель, какие институциональные преобразования надо делать, чтобы это как-то работало, да, кого стимулировать, какие воспроизводственные механизмы выстроить, вот о чем речь. Значит, и мы считаем, что вот исходя из трех задач, если смотреть, если формировать темпы роста, исходя из спроса, да, то это первое все-таки, это инфраструктурное обустройство страны, где ключевой момент – это жилищная программа, это доступное жилье, потому что у нас, ну, среднедушевое сейчас 20 метров, да, ну, общей жилой площади на человека, против 40 в Европе. Ну, говорят, в Штатах под 70, ну, это, как бы, трудно представить уже на человека, да, ну, вот европейский уровень в два раза больше. Это без учета качества нашего жилья. Как я догадываюсь, пятиэтажки не только в Москве, но и по всей стране, и вряд ли они там, как бы, более высокого качества. А что это означает? Это означает, что для того, чтобы хотя бы вводить по метр на душу населения в год, это нам надо в 1,7 увеличить объемы строительства жилья. А возникает вопрос, а как его увеличить, где люди будут жить, что это вообще из себя должно быть технологически, да? Вот эти вот, мы как бы стягиваем все в города, и это сознательная политика, что мы вот эти каменные джунгли. Или наоборот, нам растаскивать по, как бы, по территории, осваивать территорию, да, опираясь на какие-то перспективные магистрали и скоростные, и не очень, и не на же, значит, вот проблема. А это экология, это с собой много чего ведет, да? Я имею в виду, в отраслевом. Это и новые источники энергообеспечения и так далее, и так далее. Значит, вы перестанете перебивать. Я не понимаю вас, честно сказать, понимаю? Я не... о каком существе вы говорите. Значит, второй приоритет, да, с точки зрения рынка. Это развитие технологического машиностроения, то, о чем вчера говорил товарищ Бабкин, это действительно есть, потому что у нас зависимость от... вот технологии, производства машин и оборудования, технологии инвестиционного назначения. И, соответственно, от этого, это проблема импортозамещения в этом секторе. И третий вопрос, так, это или третье направление, это, ну, собственно, экономика будущего, да? То, о чем обычно говорит товарищ Глазев у нас, это правильно, это должно быть, да? То есть, наверное, выход на внешние рынки предполагает, что мы должны формировать какие-то новые продуктовые рынки на основе новых технологий и пытаться обозначить себя на мировых рынках. Это три приоритета с точки зрения формирования спроса. Значит, для их удовлетворения нужна определенная политика, да? То есть, нужны трудовые ресурсы, их надо как-то мобилизовать в соответствии с этими приоритетами. И нужна финансовая политика, о которой тоже много говорится, да, и говорилось, которая бы тоже была ориентирована на финансирование вот этих приоритетов. То есть, должны быть выстроены, очевидно, механизмы. Здесь можно согласиться, да, должна быть кредитная эмиссия. Но кредитная эмиссия – это не просто вброс денег, это формирование специального инвестиционного контура под конкретные проекты. А для того, чтобы эти проекты иметь, да, вот нужно представлять то, как страна должна из себя представлять в будущем. Спасибо, я готов как бы ответить на ваши вопросы. Так, пожалуйста. Продолжение следует... Коллеги, мы можем подискутировать, действительно, и в перерыве, когда вот сейчас между сессиями, у кого будут вопросы. Конечно, точек зрения много, но, в общем-то, тут что могу сказать? Время наше подошло к концу. К сожалению, оно, вот ограниченные рамки, они не дают возможность высказать и выслушать все точки зрения, ответить на все вопросы. Конечно, настолько комплексная и широкая проблема, и каждый ее, может быть, понимает по-своему, поэтому, в общем-то, возникает какая-то неудовлетворенность, когда вы не можете услышать вопросы на... ответы на свои вопросы. Мне кажется, если бы было все так просто, мы бы сегодня развивались другими темпами. На этом я вас поблагодарю за то, что вы пришли на нашу сессию, и предлагаю ее закрыть. Спасибо.